Добрый день, дорогие друзья! Приглашаю вас сегодня побывать вместе со мной в магазине Антик, где продаются в том числе старинные подсвечники, которые нам любезно выставили на эти витрины. Посмотрим их подробнее. Вот такой, например, в старинном русском стиле в виде избушки, только без курьих ножек. Это бронза. Основание круглое, и когда-то, может быть, на нем что-то еще ставили. Цену вы видите. Поверну, посмотрю, что сзади. А сзади, смотрите, какие винты. Такое ощущение, что это мог быть даже какой-то тайник. А рядом пара старинных подсвечников. Мужички держат ушаты или это катки. Такая тема была популярна в конце 19-го, в самом начале 20-го века. Есть автор Ланцерре Евгений. Это художник и скульптор. А литейщик завод Николай Штанге. Он украшал гостиные Его Величества, царя Александра Александровича Романова на свадьбу. Вот второй подсвечник. Бронзовый, очень красивый. Вообще, эта модель была выполнена в 1875 году художником. Мне кажется, такие подсвечники могли украсить какую-то очень богатую баню. Ну, типа сандуновских бань. Может быть, это даже и банщики мужички такие. Хотя написано, что это крестьяне. Рядом стоят скульптуры. Бронзовые, очень тоже красивые. Селянка и селянин. Она с граблями. А молодой человек – косырь. 49 800 стоит пара таких скульптур. Основание какое-то же красивое. Многояростное. А это подсвечники. Античная тема в стиле ампир. Чаша у подсвечников, чашечки, в виде цветов. Специально сделано покрытие в виде патины. 135 тысяч за пару таких подсвечников. В туниках греческих основание тоже украшено. Феями или это нимфы, играющие на музыкальных инструментах. И есть также грифоны. Очень красивая пара подсвечников. Высокие они. А это одиночный подсвечник. Малыш несет факел. 5000 стоит. Вот такой воротничок называется профитка. Чтобы воск на него стекал и не пачкал сам подсвечник. Пара подсвечников в виде маленьких амурчиков. Это уже стиль рок-ку-ко. Подсвечники с посеребрением. 77 за пару. Ножки у них такие хорошенькие. Красивые основания. С маленькими ракалями. А это богиня трехликая. Наверное, Геката. Посмотрите, какая детализация. Начиная от прически. Воротничок. Складки, драпировки. Даже кисточки. Все сделано очень тщательно и очень красиво. Это стержень. Подсвечник. А основание тоже с мелкими деталями. Посмотрите, какая выделка. Тут и гирлянды, и орнамент. И крылышки. Чаша тоже красивая, украшенная мелкими деталями. Одиночный подсвечник. Тема охоты. Собака пробирается через охотничий рог. Очень оригинальный. 34800 стоит. Чаша такая. Достаточно простая у подсвечника. Но зато стержень его, посмотрите, как оригинально придуман. Для любителей охоты. Наверное, очень здорово такой подсвечник украсит камин. Выкручивается стержень. Чтобы можно было его почистить. Бронзовый подсвечник. А это подсвечник с посеребрением. Тоже чаша, профитка. Основание орнаментом украшено. И с обратной стороны есть клеймо. Братья-Бух. Варшава. Варшава. Еще один ряд подсвечников. Продолжается охотничья тематика. 11800 тоже собачка. Но это скорее цирковая собачка. Она держит подсвечник. Чашу его в зубах своих. Тоже вывинчивается снизу. Стоит такой подсвечник. Вы видите цену. Очень хорошенькая. И очень забавная. Собачка. Рядом растительные темы. Небольшой совсем. Такой бодуарный подсвечник. 6800 стоит. Дубовые листочки и желуди. Хорошенький очень. Но у него нет стержни. Только чашечка и основание. А это уже тема другая. Тоже старинный подсвечник. 8800 до 1917 года. А вот лапки. Это свойственно пришло нам из культуры этрусков. Такая тематика. Лапки птичьи или животных. Богато украшенные золотом подсвечники. Высокие. Массивные. 58800 за пару. Такой дворцовый стиль. Наверное, для гостиной очень хорошо подошло. В каком-то дворце стояли, скорее всего. Вот пара 48800. Это похоже на стиль ампир. Тоже 19 век, скорее всего. Основание. Посмотрите, какие интересные. Растительный рисунок орнамент. Бронзовые подсвечники. И вот канделябр. На три свечи. А видите, там головы слонов. 47800 стоит такой канделябр. Есть внизу маски. Украшают его. А это уже тематика такая греческая. С виноградными груздями и листьями. Колонна греческая. Тоже очень красивый массивный подсвечник. А этот стиль. Рококо. С ракалями, с завитушками, с цветами. 48800 стоит. Мощный. Профиточка в виде лепестков. Такой затейливый очень подсвечник. Даже не стал его поднимать, потому что видно, что он массивный, тяжелый. Тоже для гостиной. Будет украшать какую-то комнату. Много здесь интересных таких деталей. Рокальных. А там еще стоят пара подсвечников. Тоже канделябров. С интересными персонажами. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Подписывайтесь на мой канал.